МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В следующем году военные начнут замену устаревших баллистических ракет воевода на новые комплексы Сармат. Почему американские эксперты назвали российскую ракету дочерью Сатаны? Сармат возродил также старую советскую концепцию универсальной ракеты. Подводный флот колумбийских наркобаронов. Как наркоторговцы переправляют кокаин под водой? И почему американские спецслужбы назвали эти субмарины бигфутами? Им ближе было бы двигаться в Северную Америку через Мексиканский залив, но там огромное количество судов и слишком большое внимание. Есть шанс быть обнаруженными. Сенсационная гипотеза. Российский ученый утверждает, что раскрыл тайну смерти Ленина. Какая болезнь погубила вождя мирового пролетариата? И почему этот диагноз скрывают почти сто лет? Это машинописный текст, 410 листов, где, кроме дневников дежурных врачей, есть мнение и даже академика Бехтерева. Операция Норден. Как немецкие шпионы украли сверхсекретную разработку Пентагона? И почему историки считают, что советские агенты обманули и Германию, и США? До появления Норденовского прицела было плюс-минус километр, это нормально. Появление прицела Норден стало плюс-минус 20 метров. Современное чудо света. Индийский колодец Чанд-Паори. Сооружение демонов или наследие древнейшей цивилизации. Кто построил уникальный памятник? И почему здесь гибнут люди? По одним данным, это было сооружение создано до нашей эры. По другим данным, 9-й и 10-й век нашей эры. Очень интересное и, по сути, уникальное инженерное сооружение. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. В следующем году в России начнется массовая замена старых баллистических ракет-воевода на новейшую ракету тяжелого класса «Сармат». По заявлению разработчиков, «Сармат» несет полезную нагрузку в 10 тонн. Дальность полета около 16 тысяч километров. По оценке военных аналитиков, сегодня это самая совершенная боеголовка в мире. «Сармат» — первый баллистический комплекс так называемой орбитальной бомбардировки. Иными словами, наша ракета способна подниматься на высоту, просто недосягаемую для системы противоракетной защиты. Как американские военные ответили на появление гиперзвуковой российской боеголовки? И почему западные эксперты назвали «Сармат» дочерью сатаны? Да, внимание. Есть, внимание. Испытания аэробаллистической боеголовки для новой российской ракеты «Сармат» показали, что скоро наша страна станет единственной в мире, способной всего за полчаса уничтожить любую цель в любой точке планеты. И это без применения ядерного оружия. Со стороны атака «Сарматов» похожа на метеоритный дождь. На «Сармате» стоит новый двигатель. Скорость «Сармата» сейчас превышает 7 тысяч километров в час. Ну, чтобы было понятно, значит, ни одна ракета, которая сейчас существует в мире, у любой страны ничего подобного достичь не может. Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» — это возрождение советской концепции, так называемой орбитальной бомбардировки. «Сармат» выводит боевые блоки на околоземную орбиту, как спутники. И выяснить, что именно станет целью боеголовки, противник просто не может. Такие боеголовки могут наносить ядерные удары по территории США, пролетая по самым неожиданным траекториям. Например, через Южный полюс, откуда ракет никогда не ждали. Теперь же, чтобы защититься от боеголовок ракеты «Сармат», США придется строить противоракетную оборону по всему периметру американского континента. Но и это не даст гарантии полной безопасности. Ракета несет новейшие управляемые боевые блоки «Авангард». «Сармат» легко выводит на орбиту 10 тонн полезного груза. Это 8 автомобилей «Тесла» Илона Маска. Боевой блок «Авангард» — это гиперзвуковой летательный аппарат с собственным ракетным двигателем. Приближаясь к цели, блок маневрирует как планер и развивает скорость в 20 раз выше скорости звука. Со стороны «Авангард» похож на летящий метеорит в облаке плазмы. «Сармат» перехватить сейчас нынешними средствами невозможно. Вот это прежде всего. Ну и это гиперзвуковая ракета. О чем, что говорит слово «гиперзвук»? Это сверхскорость, это сверхточность. В общем-то это, говорит, ну и это сверхнеуязвимость. Западные военные аналитики уже посоветовали Пентагону не пытаться создать аналог «Сармата». Вместо этого специалисты рекомендуют США полностью отказаться от шахтовых баллистических ракет и сосредоточиться на создании ядерных авиабомб. По мнению экспертов, сегодня для Америки это единственный способ защититься от российской сатаны. Однако отечественные специалисты уверены, американские бомбы не опасны для наших ядерных комплексов. Шахты «Сармата» будут защищать комплекс «Мозырь». Эта система уничтожает атакующие ракеты противника с помощью установки из ста артиллерийских стволов. Один выстрел «Мозыря» превращает пространство над шахтой «Сармата» в облако из 40 тысяч металлических шариков и стрел. «Сармат» возродил также старую советскую концепцию универсальной ракеты, ведь этот носитель сможет выводить на орбиту не только боевые блоки, но и спутники различного назначения. Именно так военные собираются утилизировать ракеты «Сармат» в конце их срока службы. В классификации НАТО наша боеголовка обозначается как «Сатана-2». Западные журналисты называют ее «дочерью сатаны». Специалисты из «Нейшнл Интерест» военно-аналитического издания США утверждают, что в распоряжении Пентагона есть всего 30 противоракет, и они неэффективны даже в борьбе с устаревшими российскими воеводами. По мнению экспертов, ядерный удар «Сарматами» может превратить Америку в руины, особенно с учетом того, что новый комплекс — это не оружие ответного ядерного удара. Он создавался для упреждающей атаки — первого выстрела без предупреждения. В Великобритании моряков-подводников с атомохода HMS Vigilant обвинили в употреблении наркотиков. Медицинские тесты выявили в крови у девяти членов экипажа следы кокаина. Всех фигурантов дела, двое из которых офицеры высших чинов, отстранили от службы. Но откуда на атомной стратегической подлодке взялся кокаин? И правда ли, что у колумбийской наркомафии есть свой подводный флот? В 1995-м колумбийский наркобарон Пабло Эскобар пытался купить на черном рынке подводную лодку. Эскобар считал, что, оформив субмарину как корабль для океанографических исследований, он сможет использовать судно для транспортировки кокаина из стран Латинской Америки в Мексику, США и Канаду. Но сделка не состоялась. Эскобара арестовали и предъявили обвинения по нескольким статьям. Дело наркобарона прогремело на всю Америку. Поползли слухи, что наркокартели используют списанные подлодки. Американская береговая охрана безуспешно обыскивала все окрестные моря. Но полицейские поймали лишь несколько буксируемых наркоторпед. Металлический цилиндр наполняют наркотиками. Ну, где-то длиной он там полтора-два метра. Влезает туда где-то около тонны наркотиков. Данный цилиндр погружается на глубину 30 метров. И с помощью стального троса катер буксирует его в нужный район передачи. Не отыскав ни одной подлодки, американцы решили, что их просто не существует, и прозвали в управлении «бигфутами», по аналогии с мифическим снежным человеком. Но в 2006 году береговая охрана поймала сразу четырех таких подводных бигфутов. Современные подводные лодки для доставки кокаина, они, в общем-то, все кустарного производства. Сделаны из пластика, из дерева, таких, скажем, подсобных каких-то материалов, которые не требуют больших затрат или каких-то там заводского какого-то изготовления. Во время движения самодельных подлодок над водой видны лишь низкая плоская палуба, небольшая рубка и воздуховоды. Заметить такой объект можно только с воздуха. И то при условии, что самолет летит низко. Скорость там 12 узлов, вот, могут пройти в зависимости от того, сколько они там зальют керосина, две, даже три тысячи километров, что вполне хорошее расстояние, чтобы обойти большим, скажем, таким зигзагом пограничные части между там государствами из Колумбии в Мексику. С 2006 года в джунглях полицейские нашли около 50 таких судов. По оценкам правоохранителей, это не более 10% от их реального числа. На допросах бывшие контрабандисты сознавались, что производство кустарных подводных лодок поставлено на поток. Своего часа они ждут в укрытии. В море выходят только по команде. Информация о строительстве лодки распространяется и покупается властями полиции, которые контролируют этот бизнес. Поэтому задача всегда как можно быстрее построить эту лодку, чтобы никто о ней не узнал, и чтобы она выполнила свои там функции по доставке белого зелья. Неизвестно, смогли бы колумбийские наркоторговцы довести до конца строительство полноценной подлодки. По словам экспертов, это сложная и очень дорогостоящая операция. К тому же незаметно выгрузить несколько сот тонн кокаина – задача не из легких. Специалисты считают, что в будущем контрабандисты будут использовать для транспортировки беспилотники с современными системами сенсоров. Они смогут легко скрываться от патрулей и пребывать в точку назначения без участия экипажа. Далее в программе. Операция «Норден». Как немецкие шпионы украли сверхсекретную разработку Пентагона? И почему историки считают, что советские агенты обманули и Германию, и США? До появления норденовского прицела было плюс-минус километр – это нормально. С появлением прицела «Норден» стало плюс-минус 20 метров. Тайна Беннингтонского треугольника. Почему в американском штате Вермонт пропадают люди? Кто виноват в их исчезновении? Серийный маньяк, убийца или древнее проклятие? Люди пропадали в строго очерченном пространстве, то есть, которое действительно является треугольником. Известные изобретения неизвестных российских ученых. Кто воровал открытия у отечественных гениев? И что на самом деле создали наши люди? Все равно, кто придумал. Я запатентовал, значит, мое. Современное чудо света. Индийский колодец Чанд-Паори. Сооружение демонов или наследие древнейшей цивилизации? Кто построил уникальный памятник? И почему здесь гибнут люди? По одним данным, это было сооружение создано до нашей эры. По другим данным, 9-й и 10-й век нашей эры. Очень интересное и, по сути, уникальное инженерное сооружение. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Российский врач Валерий Новоселов утверждает, что разгадал загадку смерти Владимира Ильича Ленина. Диагноз и история болезни вождя советского народа до сих пор хранятся под грифом «Секретно». Ленин заболел в мае 1922 года. Почти два года лучшие врачи СССР боролись за жизнь лидера страны. Но в январе 1924-го Владимир Ильич умер. В заключении о смерти эксперты не указали диагноз. Просто написали, что основа болезни – атеросклероз, развившийся на почве преждевременного изнашивания сосудов. Валерий Новоселов в течение нескольких лет изучал архивы. Сегодня. Только для нашей программы он готов раскрыть одну из главных тайн СССР. Какая болезнь убила вождя мирового пролетариата? И почему этот диагноз скрывают почти сто лет? В 1999 году историю болезни Ленина должны были рассекретить. Но племянница Владимира Ильича Ольга Ульянова потребовала от Росархива закрыть документы еще на четверть века. Доступ к бумагам ограничили до 2024 года. Но Валерию Новоселову разрешили изучить часть из них. Мнение врачей Авербаха, Рассалима и даже академика Бехтерева. Документ очень интересный. Это однозначно не медицинский документ. Дневник болезни Ленина велся личными врачами вождя – Василием Крамером, Алексеем Кожевниковым и Виктором Осиповым. Первая запись сделана в конце мая 1922 года. Тогда заболевание только начало проявляться. Последняя запись – дата смерти вождя. Тяжело, тяжело заканчивалось жизнь. Очень тяжело, очень тяжело. Из открытых источников известно, что у него были уже когнитивные нарушения. То есть была деменция. По закону Валерий Новоселов не может подробно рассказать о записях дневника. Ведь это нарушение государственной тайны. Но, по словам эксперта, даже информации из открытых источников достаточно, чтобы опытный медик смог сделать выводы. По документам, причина болезни умершего – атеросклероз сосудов. Но под этим заключением нет подписи Федора Гетье, лечащего врача семьи Ульяновых. Он не согласился с диагнозом. И этот протест стоил его сыну жизни. Его арестовали вместе с Абалаковым. И по сталинским спискам в 1938 году расстреляли. Гетье уже стар. Ну, за 70 лет. По тем годам это очень много. Приличный возраст. Несомненно, он не выдержал этого дела. И он через несколько месяцев, через два месяца умирает. По мнению Валерия Новоселова, Гетье мог не подписать документ только по одной причине. Никакого атеросклероза у Ленина не было. В акте написано «Сосуды умершего как шнуры», а это характерный признак другого заболевания – сифилиса головного мозга. Тогда, по данным вскрытия главного патологоанатома Москвы на 1924-1925 год, вскрытие показывали 5,5% до 5,5% сифилиса у населения Москвы. Распространенность в отдельных областях, в уберниях – это 15-16% среди населения. Представляете, какой колоссальный процент. Отдельные области давали до 43-х и 60-х. Это была угроза государству. Ленина лечили тяжелыми металлами. Каждый день и в больших дозах ему давали ртуть и мышьяк. Именно этими средствами в 20-х годах боролись с сифилисом. Новоселов считает, что диагноз засекретили, чтобы не бросать тень на имя вождя мирового пролетариата. Впрочем, есть и другая версия. Ленина специально убрали с политической арены. Дело в том, что Владимир Ильич Ленин был на самом деле артеросклероз и болезнь Алисгеймера. Но, к сожалению, глубочайшим можно констатировать тот факт, что кто-то очень убыстрял эту болезнь. И поэтому тайна смерти Владимира Ильича Ленина осталась закрытой. Эту гипотезу подтверждает загадочная смерть Владимира Бехтерева. Единственный врач, наблюдавший Ленина на протяжении нескольких лет, умер при загадочных обстоятельствах. В 1927 году умирает господин Бехтерев. И абсолютно все родственники и все близкие, знакомые, что он умирает не своей смертью, а именно то, что он как раз был один из главных врачей и знал все о гибели Владимира Ильича Ленина. Я подчеркиваю, не смерти, а гибели Владимира Ильича Ленина. Некоторые историки считают, что Ленина убили врачи, а точнее их низкая квалификация и непрофессионально подобранное лечение. Однако Новоселов уверен, эта версия безосновательна. Сейчас Валерий Новоселов готовит к печати книгу. Он считает, что с ее помощью сможет восстановить историческую правду и реабилитировать своих коллег. Западные военные аналитики шокированы точностью российских бомбардировщиков. После военной операции в Сирии американские эксперты оценили новую технологию наших разработчиков. С помощью специальной вычислительной подсистемы Ситрэп российские ученые превратили фугасные бомбы в сверхточное оружие. Сегодня большинство стран используют снаряды с самонаведением. Отклонение от цели у них не более пяти метров. Но еще в начале прошлого века бомбардировщики практически сбрасывали снаряды на глаз. Первыми бомбовый прицел создали американцы. В середине 30-х годов его сконструировал инженер Карл Норден. С этого момента среди военных держав началась настоящая шпионская война. Германия, Италия, СССР все хотели добыть чертежи этого прицела. Но кому и каким образом удалось их заполучить? И почему историки считают, что советские агенты обманули и Германию, и США? Именно бомбовый прицел Норден использовали пилоты ВВС США, сбросившие ядерные боеголовки на японские города Хиросиму и Нагасаки. До появления этой разработки в мире не было ни одного бомбардировщика, способного наносить удары точно по цели. Раньше там просто было плюс-минус километр, это нормально. С появлением прицела Нордена стало плюс-минус 20 метров. Этот прицел обошелся американцам в полтора миллиарда долларов. Дороже была только атомная бомба. А по степени секретности прицел Нордена ей не уступал. Аппараты запрещали фотографировать, переносили только в брезентовом чехле под охраной целого конвоя. Каждый прибор оснащался устройством самоуничтожения в виде термитного заряда. А пилоты клялись защищать эти устройства ценой собственной жизни. Но при этом вообще в Соединенных Штатах очень оригинальный подход к соблюдению секретности. То есть на уровне государства секрет охраняется очень серьезно. А вот на уровне фирмы, изготовителя, нет. Американские военные охраняли только готовые прицелы. Те, что пилоты использовали в бою. Сами конструкции собирались на заводе создателя Карла Нордена. Германская разведка была шокирована, когда узнала, что на производстве о сверхсекретности разработки никто не знал. Один из этих рабочих просто-напросто по ночам у себя на кухонном столе копировал чертежи этого самого прицела. Такая вот парадоксальная ситуация. Этим рабочим был выходец из Германии Герман Ланге. Он был патриотом своей родины и сам связался с агентом немецкой разведки Фредериком Дюкесном или Черной Пантерой. Его отличала патологическая ненависть англичан. Он организовал сеть, немецкую разведную сеть на территории Соединенных Штатов всю в Первую вировую войну. В Третий Рейх шел нескончаемый поток развединформации. Одной из таких посылок в 1937 году стали чертежи бомбового прицела Нордена. В это сложно поверить, но об утечке и шпионской сети американцы узнали только в середине Второй мировой войны. К тому моменту немцы уже вовсю использовали собственный бомбовый прицел, созданный на основе американских разработок. Но самое удивительное, по словам историков, украсть уникальные чертежи смогли не только немцы. Советские шпионы скопировали разработку сразу двух прицелов, американского и немецкого, и на их основе сделали свой, превосходящий оба западных аппарата. Далее в программе. Хранилище судного дня. Склад мирового запаса семян со всей планеты тонет. Что случится, если он пропадет? И что на самом деле хранится в запасниках самого большого биохранилища планеты? Это может быть на случай абсолютно любой непредвиденной глобальной экологической катастрофы. Известные изобретения неизвестных российских ученых. Кто воровал открытия у отечественных гениев? И что на самом деле создали наши люди? Все равно кто придумал. Я запатентовал, значит, мое. Тайна Беннингтонского треугольника. Почему в американском штате Вермонт пропадают люди? Кто виноват в их исчезновении? Серийный маньяк, убийца или древнее проклятие? Люди пропадали в строго очерченном пространстве, то есть, которое действительно является треугольником. Современное чудо света. Индийский колодец Чан-Паори. Сооружение демонов или наследие древнейшей цивилизации? Кто построил уникальный памятник? И почему здесь гибнут люди? По одним данным, это было сооружение создано до нашей эры. По другим данным, 9-й и 10-й век нашей эры. Очень интересное и, по сути, уникальное инженерное сооружение. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. В Австралии туристы сняли на видео необычное природное явление – подводные воздушные кольца. Ныряльщики назвали это явление подводными танцами. Образования двигались и соприкасались друг с другом. Ученые объясняют этот феномен подводными течениями. Однако уфологи уверены, что это следы от подводного инопланетного шаттла. На выставке в Эмиратах американские инженеры показали гиперзвуковую капсулу. По плану, этот новый вид сверхскоростного транспорта появится в ближайшие годы. Первая линия гиперзвукового метро соединит Абу-Даби с Дубаем. Предположительно, с помощью капсулы пассажиры смогут попасть из одного города в другой всего за 12 минут. Сейчас этот путь занимает примерно полтора часа. В горах Санта-Фе погибли 4 человека. Они искали знаменитые сокровища американского коллекционера Фореста Фена. Эксцентричный богач заявил, что оставил в горах сундук с 2 миллионами долларов. В своих мемуарах 87-летний миллионер зашифровал 9 подсказок, якобы указывающих на местонахождение клада. Жертвами головоломки стали уже несколько человек. Последний погибший, житель Иллинойса, сорвался со скалы. Однако сам Форест Фен утверждает, что его сокровища лежат на глазах у всех. И к ним смог бы добраться и старик. Ростовчанин Игорь Скикевич создал гибрид инвалидной коляски и подводного буксировщика. По задумке изобретателя этот аппарат позволит людям с ограниченными возможностями заниматься дайвингом. Свой проект Скикевич назвал «Барракуда». Им уже заинтересовались несколько компаний. Но сначала Игорь хочет запатентовать аппарат. Ведь по закону технология принадлежит не тому, кто ее создал, а тому, кто ее запатентовал. Именно таким способом западные юристы отбирали у российских изобретателей права на их разработки. Но почему закон, призванный защищать ученых, работает против них? Кто из отечественных гениев потерял права на свои изобретения? И какие великие мировые открытия на самом деле сделали наши люди? Не бьющиеся защитные стекла для смартфонов сделали тайваньскую компанию богаче на несколько миллиардов долларов. Но мало кто знает, что на самом деле это изобретение впервые появилось в России. Технологию создал Владимир Кондратенко. Он лазерщик, ученик Прохорова Великого, лауреата Новелевского. Он изобрел такую лазерную резку. Благодаря этой лазерной резке делают не бьющиеся экраны для айфонов любого поколения. Все, что получил Кондратенко, небольшой авторский гонорар за технологию. Сами стекла тайваньцы успели запатентовать как собственное изобретение. Мы ведь до сих пор не научились считать деньги. А на Западе это умеют. И потому все эти моменты связаны с кражей патентов, точнее кражей изобретений и патентования в других странах. Об этом мало говорят, но это, к сожалению, до сих пор есть. Самая громкая кража патента у россиян связана с электрической лампочкой. Весь мир знает, что ее изобрел Томас Эдисон. Но на самом деле он всего лишь усовершенствовал изобретение Павла Яблочкова и Александра Ладыгина. Яблочков и Ладыгин, конечно же, они не только изобрели, запатентовали, повторю, в России. И внедрили, начали делать фонари, в общем-то. Эдисон неоднократно в своих переписках, статьях он указывал, что, конечно же, российский, русский изобретатель он их называл. Тем не менее, американец сделал все возможное, чтобы электрическая лампочка ассоциировалась у людей с его именем. Во всех учебниках и статьях Джеймса Уатта называют изобретателем паровоза. Он запатентовал паровую машину в 80-х годах 18 века. Но кто на самом деле придумал этот аппарат? В 1763 году уральский умелец Иван Ползунов построил удивительную машину. На испытания чудо-техники пригласили шотландского инженера-механика Джеймса Уатта. Узнав, что изобретение до сих пор не запатентовано, он зарегистрировал разработку на свое имя. Это был такой человек, может быть, не очень принципиальный, потому что ему было все равно, кто придумал. Я запатентовал, значит, мое. Здесь лучше не болтать, пока не запатентовал. Но самая громкая история присвоения чужих заслуг связана с появлением радио. Первый в мире сеанс беспроводной связи провел русский физик и электротехник Александр Попов. Тем не менее, во всем мире изобретателем радио считают итальянца Гульельмо Маркони. Но что же помешало Попову доказать свое авторство? Его изобретение сразу заметили на флоте. Российский флот в преддверии войны с Японией нуждался, конечно, в таких вот новинках, как радио. И они его сразу взяли как бы себе на вооружение и начали использовать активно уже на первых учениях в Кронштадте. Изобретатель Дмитрий Зизюлин уверен, что именно режим секретности, связанный с работой на военных, помешал Попову запатентовать радио раньше Маркони. Сегодня процедура получения патентов и вовсе превратилась в инструмент жульничества. Дело в том, что единого международного патента, действующего на территории всех стран, нет. Поэтому пока разработка проходит экспертизу на родине изобретателя, любой желающий может запатентовать ее в другой стране. Наш изобретатель сумел создать прибор, чик для сшивания кровеносных сосудов. Вот он несколько лет пытался его запатентовать. Вот его футболили, ну а потом выяснилось, что аналогичный прибор уже запатентован в США. Соединенным Штатам так хочется быть первыми во всем, что зачастую они присваивают славу не конкретного изобретателя, а другой страны. Например, американцы утверждают, что телевизор придумали именно они. Пишут даже американский изобретатель Зворыкин, иногда пишут. Но Зворыкин был гражданином России, Российской империи. И когда он запатентовал, я не думаю, что у него даже гражданство было, он запатентовал и работал с телевидением здесь, в России, а потом уехал в Штаты. Велосипед, электромобиль, вертолет, лазер. В списке украденного у России десятки изобретений. Немцы, например, пытаются оспаривать даже авторство периодической системы химических элементов. Якобы Дмитрий Менделеев всего лишь продолжал дело химика Юлиуса Мейера. Сегодня воровство приобрело масштаб эпидемии. Изобретения копируют еще в процессе создания. По оценкам специалистов, ущерб от промышленного шпионажа на мировом рынке доходит до 600 миллионов долларов в год. Так называемое «хранилище судного дня» под угрозой. На Швицбергене затопило крупнейший на планете банк семян растений. Специалисты считают причина – глобальное потепление. Из-за таяния ледников вода начала проникать во входной туннель склада. Предположительно, протечка появилась осенью прошлого года. По оценке экспертов, если все оставить как есть, то хранилище может полностью уйти под воду. Но что станет с планетой, если весь мировой запас семян вдруг исчезнет? И что на самом деле хранится в этих запасниках? Правительство Сирии запросило разрешение на расконсервацию части мирового хранилища семян. Ботаники из Алеппо попросили выдать им пшеницу, ячмень и некоторые виды трав, чтобы восстановить посевы, уничтоженные войной. Вот только ученые даже не подозревали, что хранилище судного дня само оказалось под угрозой исчезновения. Хранилище на Шпицбергене было создано для того, чтобы мы могли иметь некий генофонд, некий банк данных, семян растений. И это может быть на случай абсолютно любой непредвиденной глобальной экологической катастрофы, начиная от ядерной войны, локальной или всемирной, заканчивая какими-либо еще катаклизмами, падением метеорита и так далее. Мировое хранилище семян базируется на острове Шпицберген, в 1300 километрах от Северного полюса. Его создали 10 лет назад при поддержке ООН. Сегодня там находится около 900 тысяч образцов семян со всего мира. Соединенные Штаты, Корея, Южная Корея, Украина, Израиль, Дания, Германия. Каждый образец помещен в специальный конверт и запечатан в четырехслойный пластиковый пакет. Такая упаковка ограничивает доступ кислорода к семенам и не дает им погибнуть. Но самое важное условие хранения – температура. Это, конечно, не температура жидкого азота, где хранятся на самом деле яйцеклетки и сперматозоиды очень большого количества животных. Для семян минус 18 вполне достаточно. Главное, чтобы не было оттаивания и потом повторной заморозки. Ученые уверяют, в таких условиях семена могут храниться от 500 до 1000 лет. И что самое удивительное, сделать свой вклад в банк растений может любой желающий. Вот только отправить на хранение можно не все. Я получаю письма от мужчин, которые хотят сдать на сохранение суда свой биологический материал. Это очень странно, и мы не отвечаем на такие письма. Звучит невероятно, но никто из сотрудников хранилища не знает, что на самом деле находится внутри этих пакетов. А есть ли тут странные семена? Например, марихуаны. Эти зерна приходят в зернохранилище в запечатанных коробках, и никто из нас не может их открыть. Мы забираем их из аэропорта. Там проверяют на предмет того, что это не взрывчатка или что-то запрещенное. Открыть пакет и достать семена может только вкладчик. Хранилище семян на Шпицбергене находится на глубине 120 метров и, по оценкам экспертов, защищено, как шахты баллистических ракет. Но когда в прошлом году столбик термометра поднялся на рекордные 7 градусов, льды острова Шпицберген стали стремительно таять. Вода начала затапливать склад. Такое сильное потепление при строительстве вот этого хранилища не планировалось, поэтому туннели не были сделаны водозащищенными. И, соответственно, талая вода, попадая в подземные хранилища, могла вывести и замкнуть энергоустановки, которые поддерживают там низкую температуру. Чтобы предотвратить накопление тала и воды в тоннеле, сотрудники хранилища выкопали вокруг него дренажные канавы. Все технические установки переместили в отдельное служебное здание и построили внутри него водонепроницаемую стену. Но, по словам климатологов, потепление на материке продолжится, и эти меры ненадолго спасут склад от полного затопления. Если эти прогнозы сбудутся, в случае мировой катастрофы на нашей планете не останется ни одного растения. Чтобы восстановить хранилище со всей коллекции семян, ученым надо начать создавать его копию прямо сейчас. Аномальный туризм. Новый тренд этого года. По данным туроператоров, сегодня люди предпочитают проводить отпуск не в отелях с программой «Все включено», а в так называемых аномальных зонах планеты. Например, особой популярностью пользуются круизы в знаменитый Бермудский треугольник или на море Дьявола. Но даже самые экстремальные агентства отказываются от организации туров в так называемый Беннингтонский треугольник. Он находится на северо-востоке США. Это заповедная зона, дикие леса и горы. Мало кто знает, что здесь без вести пропали десятки людей. Почему живущие здесь индейцы называют это место вратами ада? И куда на самом деле исчезают люди? Здесь очень жутко. Все время кажется, что кто-то наблюдает за вами. Впервые это место в штате Вермонт беннингтонским треугольником назвал писатель Джозеф Ситроу. Он специализировался на фольклоре и создал целый сборник рассказов, основанных на мифах местных индейских племен. Шаманы утверждали, что этот лес – проклятое место. Существуют легенды индейцев. Было принято решение, что здесь будут совершаться человеческие жертвоприношения для того, чтобы удовлетворить духов, и они не мешали людям жить, не посылали болезни, преждевременные смерти и прочие катаклизмы. С тех пор в этом месте совершались человеческие жертвоприношения с определенной периодичностью. По словам местных жителей, в этих местах пропало без вести более сотни человек. Однако официально за последние 80 лет здесь зафиксировано только пять исчезновений. Одной из первых в лесу пропала студентка Пола Джин Уэльден в 1946 году. Полу Джин искали неделю. В операции участвовали даже специальные агенты ФБР. Но никаких следов девушки найти не удалось. Люди пропадали в строго очерченном пространстве, то есть, которое действительно является треугольником. Он заключал в себе три вершины. То есть, первая вершина – это центр города Беннингтон. Ровно через три года после исчезновения Пола Уэльден там же пропали еще три человека. Джеймс Тетфорд, возвращавшийся на автобусе домой в Беннингтон. И восьмилетний Пол Джепсон, ехавший в грузовике вместе с матерью. Полицейские с собаками проследили путь мальчика примерно до того же места, где последний раз видели пропавшую студентку Полу Уэльден. Последней жертвой стала 53-летняя Фрейда Лэнг. После долгих поисков ее останки обнаружили на месте, которое полиция до этого обследовала несколько раз. Историк Михаил Корновский обратил внимание, что первым в списке пропавших стал ветеран Первой мировой войны и опытный охотник Мидди Риверс. По словам его друзей, он отлично знал эту местность и случайно заблудиться просто не мог. Произошло странное событие. То есть, группа наблюдала за этим человеком, естественно, то есть, поскольку он был их провожатым. И после того, как он свернул за поворот, значит, тропы, есть такая тропа возле этого города, называется Лонгрейл, туристическая тропа. Он свернул за поворот и исчез. Его просто не стало. То есть, группа осталась в одиночестве, они стали его искать, никого не нашли. Соответственно, испытывая большой стресс, не смогли вернуться в Беннингтон, сообщили об этом полиции. После обнаружения останков Фрейди Лэнг, ФБР предположили, что в Беннингтонском треугольнике живет серийный убийца. Но никаких доказательств этой версии спецагенты не нашли. Это огромная территория, несколько тысяч гектаров, имеющая овраги, заросли, кустарники, укромные места, углы, где можно спрятать и ни один труп. При этом расположен достаточно удобно. Жилой массив, метро, масса входов, выходов. Сейчас большинство кемпингов в Беннингтонском треугольнике закрыты, а города практически заброшены. Немецкий ученый Герман Минковский предположил, что это место – один из так называемых коридоров в параллельные миры. И исчезнувшие люди не умерли, а переместились в пространстве и времени. Однако это никак не объясняет найденные останки Фрейди Лэнг. По мнению местных жителей, исчезнувшие люди стали жертвами серийного маньяка, одного из суеверных индейцев, считающего, что в этих лесах живут духи, требующие человеческих жертв. В пользу такой версии говорит факт, что все эти люди исчезли в одном и том же месте. Пользователи одного из интернет-порталов создали список из семи чудес планеты, сохранившихся до наших дней. В него вошли пакистанский бастион Даравар, мечеть шейха Людфуллы в Иране и колодец Чанбаори в Индии. Его глубина более 30 метров. В нем 13 ярусов по 7 ступеней каждый. О происхождении этого сооружения ученые спорят уже несколько веков. Одни исследователи уверены, что колодец построили между 9 и 11 веками нашей эры. Другие утверждают, что технологии, использованные при его создании, появились намного позднее. Но кто и для чего его построил на самом деле? И что скрывается на дне колодца? В Индии в октябре прошлого года археологи обнаружили возле колодца Чанбаори руины древнего храма. На его стенах изображены человекообразные существа с непропорционально большими глазами. Уфологи считают, это инопланетная раса, жившая на Земле тысячи лет назад. Предполагается, что именно ее представители могли построить древний колодец. В сохранившихся архивах записей о создании колодца нет. Местные жители верят, что его в 11 веке возвел мифический царь, колдун Чант. Якобы он приказал демонам украсть чертежи сооружения у самого бога Вишну и отдал их своему зодчему. В священных писаниях, в индуистских священных текстах говорится о существовании двух великих зодчих. Один из этих зодчих это Вишвакарма, это зодчий полубогов, который возводит благодаря своей мистической энергии. И другой это по имени Майя, это зодчий демонов. Приписывается, что Чант как раз был в демонической династии, то есть это был царь-демон. И он возвел этот колодец всего лишь за одну ночь. Большинство историков считает, что здание построили в первое тысячелетие нашей эры по приказу тогдашнего правителя. Предположительно, на его создание ушло примерно 10 лет. По одним данным это было сооружение создано до нашей эры, по другим данным 9-й и 10-й век нашей эры. Очень интересно и по сути уникальное инженерное сооружение. Имеет 13 уровней по 7 ступеней. И самое интересное, что глубина его где-то порядка 30 метров, вода из них занимает 10. Некоторые исследователи древних цивилизаций утверждают, что Чант Баори появился еще в ведическую эпоху. От 5000 до 500 лет до нашей эры. Тогда территорию Индии заселяли индоарийские племена. Впервые в 19 веке эту гипотезу выдвинул французский путешественник Луи Русселе. Он считал, что Чант Баори, как и египетские пирамиды, построен с использованием технологий, не сохранившихся до наших дней. Геометрическая выверенность всех ступеней колодца, абсолютно совпадение и соответствие всех уровней колодца поражает воображение даже современных архитекторов. Он подпитывался не только многочисленными водами, приходящими во время выпадения осадков в сезон дождей, но также он имел выход каким-то подземным ключам, подземным источникам. В нем постоянно была вода, несмотря на самое засушливое время. По мнению исследователя древних цивилизаций Шахида Мокда, в 11 веке колодец просто модернизировали и построили возле него храм. Но само сооружение возвели правители империи Ганхара. Она была наиболее могущественной на территории Индии. О ней говорится в писаниях, в Ригведе и Адхарваведе. Это была большая страна. Она занимала часть современного Пакистана. Ей управляли арией. Они были торговцами и строили такие колодцы в пустыне на пути караванов. Возможно, этот колодец был одним из таких мест – остановок на торговом пути. Исследователь Шахид Мокд отмечает, что на индоарийское происхождение колодца указывает и его строение. Это перевернутая усеченная пирамида. Такие сакральные символы использовались именно индоарийцами во времена ведической культуры. Все сооружения, возведенные или описанные в ведах, имеют не только бытовое предназначение, но и сакральный смысл. Колодец Чант Баори – это еще и календарь для древних индейцев. 13 террас резервуара – это 13 месяцев по лунному календарю. Каждая из террас несла свой эмоциональный смысл. Чант Баори – самый большой из подобных объектов. Всего в Индии на данный момент известно о почти 3000 ступенчатых колодцах Баори. Чант Баори – самый большой колодец в стране. К воде ведут 3500 ступеней. Они расположены в идеальной симметрии на трех сторонах здания. Изначально у лестниц не было ограждений, но после нескольких смертельных случаев на самых верхних ярусах установили перила. Спускаться ниже смотрители памятника не рекомендуют. Ежегодно возле колодца гибнут не менее 20 человек. Туристы не слушают предостережений, спускаются, а затем у них кружится голова, они падают и разбиваются. Буквально в ноябре у Чант Баори погибла пенсионерка из Китая. Ежегодно Чант Баори посещают более 100 тысяч туристов. По легенде, на его дня лежит золотая статуя вишну. Якобы она охраняет святыню, чтобы вода в хранилище никогда не иссякала. Археологи несколько раз обращались к властям штата с просьбой разрешить исследование на дне колодца. Но из-за религиозного значения Чант Баори ученым отказывают. Петта говорил, нет ничего опаснее для новой истины, чем старое заблуждение. Давайте искать правду вместе. С вами был Олег Шишкин. Вы смотрели программу «Загадки человечества». «Загадки человечества»